Некоторые факты, иначе как вопиющими, не назовешь. Так, по информации правозащитников, с этапа поступал осужденный с откушенным языком. А гражданина Любарского, доставленного в ДКУ из ЮКО из Алматы, пришлось срочно госпитализировать. Это вызвало возмущение даже у представителей здравоохранения. При поступлении состояние, как я сказал, крайне тяжелое. Давление было 80 на 40. Имеется обширный пролежний в области ягодиц, в области бедер. Крайне неприятный запах у кунирового. Видно, что пациент неухожен. Возмущает тот факт, что хоть и является он задержан, но является гражданином Субботы Казахстана и имеет свои гражданские права. Поэтому мы были, как говорится, возмущены и очень неприятно удивлены, что такие пациенты из системы КУИС к нам привозят. Органам уголовно-исполнительной системы следует организовать четкий медицинский осмотр поступающих лиц нередко в СИЗО уже привозят граждан с травмами, которые, возможно, являются следами избиений. Однако, своевременно это не фиксируется. Они не осматривают каждого. Они говорят, у вас все нормально? У кого там есть какие-то жалобы? А они говорят, нет, нет, нет. И все нормально, все нормально. А потом завтра все равно же вылазят пытки, начинают жаловаться, применяют. Каждый медик должен в свою функцию исполнять. Правильно? Он не должен спрашивать 10 или 20. Твоя, за что зарплату получает из бюджета, из наших налогов? Должен подойти и осмотреть, как следует. Исполнять все инструкции и приказы. Сегодня тюремщики сели вместе с правозащитниками за круглый стол. Департамент комитета уголовно-исполнительной системы активизировал работу среди сотрудников по профилактике и недопущению пыток и других жестоких и бесчеловечных обращений. Есть сильные изменения и дополнения в некоторых законодательных преспубликанах встан, в прошлом создание национального критерного механизма направленного в предупреждение пыток и другого жестокого и бесчеловечного обращения наказания. Действие национального критерного механизма посвящена глава нового уголовно-исполнительного кодекса, целая девятая глава, где указано, что такое национальный примитивный механизм, так, права и обязанности учащихся к национальному примитивному механизму. Нельзя не отметить и положительные моменты. Так, все исправительные учреждения и следственные изоляторы Южно-Казахстанской области в настоящее время оборудуются или уже имеют специальные кабинеты, оснащенные компьютерами с правовой базой. Доступ к этим компьютерам для заключенных всегда открыт. Здесь они могут ознакомиться с законами и правовыми актами. Правовая, грамотно задержанных и заключенных – один из существенных условий для защиты их прав, считают прокуратуре и КУИС.